всем здарова народ с вами эдгар вы на канале мысли от эдгара сегодня 12 апреля 2022 год поговорим на тему криптовалюта игровая блокчейн индустрия в общем все что касается блокчейн игр сейчас я нахожусь мета вселенной это игра the central end и просто хочу между делом чуть чуть тут побродить показать что тут вообще происходит какая есть движуха потом мы пробежимся посмотрим новости все что связано с игровой индустрии что происходит вот но прежде давайте зафиксируем что у нас на рынке происходит итак капитализация у нас снизилась 18 триллиона монет бог все больше и больше 18 838 бирж тоже стает все больше 506 бирж уже вот доминирует конечно bitcoin и эфир и на сегодняшний день на данный момент bitcoin стоит 40000 происходит коррекция вот эфир стоит 3000 солана 104 xrp 070 кардана 090 полка дот 17 долларов всего лишь ну и так далее есть раздел конечно же мета вселенной мета verse вот переходим сюда и по мета вселенным у нас вот та самая the central land монета мана она стоит в общем-то всего 2 доллара также на рынке у нас появилась монета ap ap coin ap на армянском вообще ну типа братан ap coin типа братан coin круто к и конечно это все дело звучит и она умудрилась в разделе метаверс выйти на вторую позицию по рыночной капитализации достаточно быстро растет вот так же у нас монет монета сент 2 и 79 ну и так далее монет очень много большое разнообразие и я думаю что обязательно стоит в вашем крипто портфеле иметь именно монетки которые касаются игр блокчейн игр потому что это ребята будущее я огромное количество всяких разных монет закупаю и часть моего портфеля это как раз игровая индустрия на игровых монетах я уже сделал деньги ну и буду продолжать на этом делать вот сейчас я нахожусь вот the central land вот такая вот мета вселенная игра я с аймака и с мака видите вот производительность в принципе отлично любой человек может зайти поиграть также хочу сказать что подрубился я сюда где central land через метамаск а метамаск у меня защищен с помощью ledger в итоге я в эту игру попадаю мой аккаунт он зафиксирован моим кошельком ledger вот если не будет ledger я не смогу попасть в свой к своему аккаунту ну и получается так что мой аккаунт уже находится в моем ledger кошельки вот такая вот система защиты современная и это ребята очень круто вот это у нас идет что-то типа когда вы попадаете в игру ресепшн здесь можно например походить посмотреть какие будут мероприятия по каждому мероприятию поизучать какого числа что кто здесь люди также ходят бродят можете нажать и сразу перейти на какую-то ну часть какой-то планету или просто можете занырнуть вот сюда это другое уже пространство и вот тут видите вот скрестились мы здесь я и какая-то девушка вот так вот оба на вот вот какая-то девушка тоже ходит в общем здесь много народу это еще один ресепшн здесь есть бар можно подходить и общаться с разными людьми и тут мы видим илона маска с его собачкой также можно здесь ребята выйти в эту вселенную и она тут в общем то бесконечно огромная просто бесконечная метавселенная можно тут ходить бродить пока просто не устанете от этого всего можете на карте выбрать например куда вы хотите полететь или просто просто ходите здесь вот здесь всегда ходит вот этот вот доги или сейчас можно это отнести даже к монете шибу вот такой вот качок постоянно здесь тусит можете вернуться вот так вот обратно вот выбрать какое-то местечко и сделать джамп и можете телепортироваться в то пространство куда вы хотите сейчас я не буду здесь играть прям знаете тут в принципе в метавселенной именно в the central land нужно заходить по делу это что-то типа будущего места для встречи бизнеса тут будут проходить они проходят всякие разные мероприятия от крупных компаний вот и на таких мероприятиях частенько раздают всякие разные nft всякие разные розыгрыши происходят встреча игроков из разных игр ну и так далее очень много известных компаний выкупают здесь разные пространства и устраивают здесь какие-то мероприятия люди встречаются общаются что-то решают какие-то вопросы в будущем это будет очень топовое место где все будут тусоваться в общем ребята вот такое вот местечко тут еще раз скажу бесконечное количество вот разные возможности есть что можно сделать можно выбрать чтобы он там не знаю вот двигался что-то что-то делал веселился танцевал прыгал вот так вот деньги раскидывал тоже неплохо сейчас минуточку кор я видео снимаю так братан тут короче звонил и есть конечно же карта вот вы можете выйти на карту и по карте например посмотреть где больше народу тусит например вот здесь и например телепортироваться в это местечко здесь очень удобно где бы вы ни находились вы можете на карте это место выбрать телепортнуться туда и походить посмотреть что там люди делают вот там показывал что есть много народу только где они конкретно здесь ходят я не знаю вот какое-то наверное мероприятие было вот другое какое-то местечко давайте туда телепортимся в общем смотрите многие меня спрашивают стоит ли покупать например эту монету конечно же стоит вообще базаров ноль по-любому стоит потому что одно из лучших мест одна из лучших топовых метавселенных которые вообще как бы существуют на данный момент вот здесь даже можно делать вот такую матрицу вот вот помещения какие-то здания здесь есть всякие разные эти рекламные акции все такое ну в общем ребята здесь сильно зависать не будем давайте наверное пойдем по новостям просто хотел показать как эта вся тема работает что это такое вот огромная карта на этой карте разные крупные компании начали уже выкупать территории тут уже несколько банков открыли свои помещения вот можете например выбирать какие-то места и телепортироваться можно будет в будущем здесь устраиваться на работу брать денег в кредит да вообще что хотите то и делаете уже и люди жениться успели здесь вот такое вот местечко вот тут реклама чего-то вот смотрите вот например монета один инч рекламируется тоже хорошая монета вот что-то они еще тут рекламят очень много тут всего есть с одной стороны вот кто не посвящен в это дело вот такое ощущение что ну зашел ну что тут делать никого нету ну и зачем это надо ну вот такие вот вопросики возникают да когда движуха только начинается все развивается да такое ощущение типа да нафиг это кому надо зачем это надо но когда это все дело раскачается и будет много народу это будет всем надо всегда так пока что этот момент только развивается ребята все пока пускай у меня тут позависает или я вообще его сейчас выключу чтобы не грузить мой комп в следующий раз зайдем посмотрим так что давайте пробежимся сейчас по новостям интересные вещи по блокчейн и играм вот крипто бизнес ожидает роста криптовалютного рынка благодаря nfc и веб 3.0 и вся игровая индустрия будет построена именно на nfc ну и конечно же веб 3 веб 3 это вот например если спросите что такое веб 3 это когда я сейчас зашел в игру с помощью кошелька метамаск который подвязан к кошельку холодному ledger я захожу свой аккаунт который защищен крипто кошельками и это и есть веб 3.0 если вы сейчас заходите в какую-то игру он ваш аккаунт ничем не защищен он принадлежит владельцам этой игры а мой аккаунт принадлежит мне владельцы игры не могут с ним ничего сделать потому что я могу подрубиться только моим холодным кошельком все больше никто это не может сделать я вот так вот отключаю свой холодный кошелек до свидания никто ничего сделать не сможет и все что есть в моем аккаунте принадлежит лично мне также nft это все что принадлежит все чтоб я приобрел внутри игры там например разные аксессуары земли какие-то продвижения в этой игре направлений может быть очень много и все что вы нарабатываете это будет иметь ценность стоимость и это все сохранено вашим крипто кошельком ну и в любое время вы можете это все продать подарить ну самое главное что это будет защищено главы криптовалютных компаний считают что несмотря на тяжелую геополитическую экономическую обстановку рынок криптовалют продолжит развиваться во многом благодаря nft веб 3 основатель платформы для выпуска синтетических активов на блокчейне эфириум в ходе подкаста отметил что на фоне стагнации мировых рынков высоких цен на сыровые товары ну короче тут бла 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 что в мире происходит вот это вот все что вы знаете это не помешает тому что блокчейн будет развиваться наоборот это как раз таки способствует развитию блокчейн технологии потому что большая часть людей как раз таки сохраняются в криптовалюте многие будут как переходить на блокчейн игры потому что там можно зарабатывать и нужно вот ну и про эти вещи здесь например прописывается вот тоже интересно в феврале компания гала геймс кто не знает это вот тоже площадка у них есть еще своя монетка гала вот разрабатывающая игры на базе блокчейн сообщила что до конца двадцать третьего года инвестирует пять миллиардов в проекты с использованием коллекционных токенов вместе с тем основатель издательства о рели тим какой-то там сравнил развитие nfp3 с эпохой даткомов он считает что эти отрасли ожидает крах короче говоря старая тема уйдет в прошлое а вот это nfp3 это все дело как раз таки заменят и по его мнению это начнется концу двадцать третьего года ну в принципе я тоже так думаю и в моих видео я про это как раз и говорю двадцать третий двадцать пятый год будет такой серьезный расцвет блокчейн игр потому что многие игры должны запуститься к концу этого этого года и в следующем году такие серьезные игры которые основаны на блокчейн также ребята многие меня спрашивают насчет того что Эдгар вот почему такая тема что есть очень много каких-то не очень интересных игр вот и народ весь там тусуется а серьезные игры почему-то не выходят на рынок здесь отчасти в моих сейчас видео есть ответы вот сейчас мы как раз про это поговорим но мой лично ответ такой что серьезные игры это крупные компании которые работают на данный момент с тем что у них есть вот и там серьезные инвесторы и эти люди не будут как бы так быстро переходить на что-то новое они будут это делать плавно плюс еще такая вещь как блокчейн блокчейн сам по себе вот система в мире только развивается на данный момент есть огромное количество всяких разных монет но каждая из этих монет несет какую-то ценность какую-то технологию люди воспринимают конечно это просто как деньги большая часть людей это именно так воспринимает вообще не может как бы в голове у себя связать такую мысль что это не просто не просто деньги это именно технология и у них как так деньги и технология при чем тут деньги при чем тут технология какая тут связь что ты типа говоришь такое вообще типа ты какую-то пургу несешь вот в действительности выживут только те монеты которые имеют под собой технологии которые развиваются развиваются вот тут очень важный момент как раз упор на это надо сделать почему серьезные игры до сих пор не сильно не раскачиваются какие-то мелкие непонятные их очень много потому что серьезные игры требуют серьезных блокчейн оснований вот эти все блокчейн серьезные монеты которые несут технологии в свою очередь тоже пока что все раскачиваются все происходит параллельно когда например чтобы игра работала требуются какие-то монеты которые отвечают за NFT за смарт-контракты за быстрые транзакции за дешевые транзакции например та же монета эфир вот на эфире сделано много тысяч разных компаний построили всякие разные игровая индустрия финансовые DeFi GameFi и так далее но все тут подвязано на то что эфир пока что проф оф ворк и очень высокая комиссия и достаточно медленная система так вот эфир должен перейти на проф оф стейк эфир 2.0 ну как я понял у них это все затягивается должны в течение ну двух лет уже по идее должно было остаться год но вот этот Виталик Бутерин говорит что из-за вот того что в мире происходит походу все затянется и это будет длиться в течение там типа пяти лет ну и в итоге мы наверное будем переходить на эфир 2.0 ближе к двадцать пятому году ну не позднее двадцать пятого года а что это такое эфир 2.0 это когда все будет транзакции станут дешевле скорость будет совсем другая и все те системы которые построены на эфире у них появятся новые возможности туда рванет народ потому что все уже в принципе построено но вот неохотно хочется что-либо делать потому что за перевод какой-то монеты куда-то какого-то аксессуара везде нужно платить вот этот газ да комиссии а они такие высокие что ну просто уже не хочется даже эфир не перемещается с кошельков на кошельки только по той причине что ну комиссии высокие и люди просто его держат вот сейчас на данный момент заблочено там нереально большое количество такой суммы в эфире все ждут эфир 2.0 ну и многие другие монеты тоже вот этот вопрос решают когда будут решены вот такие вот вопросы в мире человечество определиться кто где зачем и когда вот по поводу чья нефть чей газ кому кто кто тут территориальные какие-то вопросы тогда вот этот блокчейн ну это все одновременно короче идет и потихонечку мы переходим на блокчейн поэтому серьезные игры они работают над этим процессом и они будут использовать как раз таки те монеты те блокчейн ту блокчейн криптовалюту которая имеет технологию и на основе этих монет будут выстраивать свои игры свою игровую индустрию вот и я закупаю такие монеты составляю портфель именно тех монет на основе которых будет выстраивается блокчейн игровая индустрия ну и соответственно это все сейчас стоит не так дорого относительно будущего и если сейчас грамотно составить такой крипто портфель подождать несколько лет это ребята не так что я сегодня купил и в конце года хочу разбогатеть у меня таких планов нету я так не размышляю у меня работает как бы система логика на несколько лет ну грубо говоря не раньше двадцать пятого года я хочу ну так сказать разбогатеть в принципе и сейчас я на этом делаю деньги но прям серьезный скачок по крипто портфелям должен произойти это двадцать пятый год вот ну не знаю двадцать третий сдвиги должны быть потом двадцать пятый а потом с двадцать пятого по тридцатый там прям уже серьезно раскачка пойдет и уже все там основательно мы двинемся в сторону блокчейн технологии вот есть например такая как компания как Amioco Brands вот и что тут прописывает что она приобретает Eden Games для создания игр с использованием NFT может быть вы наблюдали или нет но вот такие серьезные крупные компании начинают скупать крупные игры которые мы с вами знаем про них мы сейчас тоже поговорим в общем идет что-то типа знаете блокчейн компании пожирают обычные крупные компании игровые ну сейчас посмотрим например Fortnite там да это не блокчейн игра обычная игра но она мировая игра все в нее играют и вот эти вот игры они будут пожираться вот этими крипто компаниями и будут переделываться в блокчейн вот например известный разработчик гоночных видеоигр на основе блокчейна Amioka Brands приобрел французскую компанию Eden Games чтобы совместно создать игры с использованием NFT Amioka Brands сообщил о приобретении французского разработчика вот сумма сделки составляет 16 миллионов долларов Eden Games будет заниматься разработкой гоночных игр на блокчейне компания не планирует разрабатывать новую игру а продолжит работу над уже созданными проектами в экосистеме это так и будет как бы им в принципе нафиг не нужно разрабатывать какие-то новые игры основные виды игр они уже созданы человечеством приняты там допустим гонки какие-то битвы стрелялки и так далее вот есть конкретные категории игр и люди уже выбирают кому-то нравится там не знаю в CSGO играть кто-то нравится кому-то нравится где-то в выживалке кто-то в гонке вот и так далее так вот эти компании будут это все скупать экосистема REF включает в себя титульную гоночную игру на базе NFT основанную на решении для масштабирования сетчейна эфируема полигон вот например полигон есть несколько уровней блокчейн каждый новый уровень вот это layer 1 layer 2 и layer понеслось дальше роллапы сейчас я в это внедряться уже сильно не буду суть в том что не все сможет работать на эфире потому что эфир это тяжеловесная экосистема которая не сможет а дать возможность вот игровой индустрии чтобы игры вот работали быстро вот и поэтому были придуманы такие блокчейны как полигон вот на эфире а полигон уже намного быстрее и вот можно например зайти посмотреть вот полигон мать например вот монета мать заходим смотрим грузится что-то так прям долго что зависло в общем это все сейчас загрузится наделается например на полигоне а полигон это уже намного быстрее и по транзакциям она меньше короче глюк какой-то заловила давайте вот так вот сделаем я не знаю что происходит у меня с интернетом так матик или коин маркет кэп тупит я не знаю бывает иногда ладно потом посмотрим фиг бы с ним ну и так далее ребята дальше поехали посмотрим опрос 30 процентов геймеров рассматривают игры с использованием nft как постоянную работу очень много людей в мире играют вот и очень много людей например готовы уволиться с постоянной работы чтобы зарабатывать на играх на основе модели play to earn вот и я таких людей сам знаю я думаю что и вы знаете может быть вы такой человек почему бы не играть и зарабатывать да сейчас есть очень много всяких разных игр я сам делаю обзоры таких игр где можно играть зарабатывать стейкать и так далее и это очень круто вот и что-то у нас происходит с этим горебаным интернетом вот просто ни с чего вдруг начинает что-то прям тупить меня прям это очень-очень выносит вот нажимаете и все работает и какого-то фига вот почему-то сейчас грузилась на coin market cap возможно у них там какие-то глюки вот например монета matic да вот стоит доллар сорок два давайте за все время посмотрим вот развитие matic с девятнадцатого года движуха пошла максимально поднимались ну грубо говоря там в районе трех долларов вот и средне у нас держится matic где-то ну не знаю от доллара до полтора играет вот сейчас в принципе нормальная циферка для того чтобы купить эту монету на будущее вот и можете посмотреть капитализация циркуляция уже семьдесят восемь процентов монет выкуплено вот здесь максимальное предложение здесь сколько уже все это циркулирует можем перейти например там посмотреть что из себя представляет эта монета вот приведение мира к эфириуму вот полигон верит в веб 3 для всех полигон это децентрализованная платформа масштабирования эфириум которая позволяет разработчикам создавать масштабируемые и удобные для пользователя приложения с низким комиссией и транзакцией и так далее в общем ребята вот это как раз таки веб 3.0 полигон масштабируемость это очень важная вещь чтобы это все дело работало для этого конечно требуется создавать вот такие вот блокчейны и вот они создаются и уже за счет таких вот систем будут в экосистемах вот тут если посмотреть использоваться вот здесь даже можно зайти посмотреть для чего используется например тот же полигон вот DeFi вот пожалуйста все что на полигоне работает DEX разные все что связано с полигоном NFT вот игровая индустрия уже на полигоне работает 205 разных игр вот ну тут тоже нужно как бы изучать тут если коротко очень много говна есть и есть много нормальных вещей вот метавселенные тоже на полигоне вот DAO кошельки разные вот метамаск например да с полигоном работает ну и так далее вот можете посмотреть целый список с чем работает тот же самый полигон так что поехали ребята дальше вот разработчик онлайн шутера Fortnite привлёк 2 миллиона 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 миллиарда тут нужно сказать ну ни хрена себе я чуть-чуть ошибся миллионы миллиарды вот 2 миллиарда на создание метавселенной вот игра пожалуйста Fortnite это самая топовая такая игра для подростков и не только в мире достаточно быстро завоевала рынок вот компания Sony и Киркби объявили что инвестировали в развитие метавселенной компания Epic Games и вот смотрите они создают свою метавселенную здесь по ходу дела их никто не выкупил они сами вкладывают деньги в это дело разработчик Fortnite объявил что завершил сбор средств на создание и развитие собственного виртуального мира с помощью технологии Web3 компания удалось привлечь 2 миллиарда при рыночной капитализации компании 31 миллиард вот капитализация самой игры 31 миллиард офигеть 2 миллиарда они привлекли чтобы заняться этим делом вот инвесторами стали корпорация вот посмотрите кто сюда влазит Sony и инвестиционная компания Киркби принадлежащая семье основателя Лего Кирка Кристиансена обе вложили по 1 миллиарду вот Fortnite вот сейчас зафиксируете это эту информацию получается есть игра Fortnite топовая естественно крупные такие игры вот вам ответ типа Эдгар а что крупные игры не в блокчейн не превращаются превращаются но для этого нужно найти спонсоров кто это будет делать на основе каких блокчейн монет это будет все происходить вот Fortnite они нашли двух инвесторов одна это компания Sony я думаю что все вы знаете что такое Sony ну и вторые это компания семья которым принадлежит Lego ну Lego я думаю что вы тоже знаете ну и получается так что опять таки вот вам доказательство того что все в теме все понимают что за блокчейн будущее ну все потихонечку так вот знаете молчат сильно про это не говорят где так что то а люди такие ну чё типа когда биткоин рухнет кому нужны эти блокчейн игры ну вот компания Sony миллиард выделила Lego тоже миллиард выделили кому они нужны Fortnite кто бы там ни говорил да зачем эти игры кому они нужны и кто в них играет да весь мир играет Fortnite Sony все знают Lego тоже все знают и они все вместе не идиоты вот сейчас они соберутся и сделают вам блокчейн Fortnite на основе каких-то вот блокчейн технологий и все и это будет будущее вот средства должны пойти на создание концепции метавселенной вот они будут Metaverse создавать Epic Games и поддержки дальнейшего развития проекта по словам генерального генерального директора вот метавселенная будет пространством где игроки смогут развлекаться с друзьями а бренды создавать творческие захватывающие проекты кроме того компания планирует развивать сообщество своего виртуального мира все будущие игры которые будут создаваться все метавселенные будут содержать в себе разные направления это не будет уже просто игра все метавселенные это объединение много всяких разных направлений это и поиграть там же и бизнес бренды банки nft defi в общем все в кучу это метавселенная в общем суть метавселенных сделать максимально удобно людям ну как бы как найти что-то купить что-то обмен произвести вот если в прошлом человеку надо было тащиться куда-то сколько-то километров чтобы там письмо отправить тащиться сколько-то километров чтобы в гости кому-то зайти теперь есть видеосвязь сотовая связь интернет посылки система логистика и человечество вот так вот поэтапно идет все более удобно 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 и вот пришли мы сейчас к метавселенным и туда уже и игры и банковская финансовая система все в одно вот так что ребята ждите потихонечку это все дело раскачивается метавселенные будут организовывать все крупные вот такие компании пока что я здесь не нашел на основе каких монет они будут делать свой вот этот бизнес метавселенную и я выискиваю подобные компании потом нахожу на каких они хотят блокчейн строить свои игры и заранее покупаю эти монеты пока они стоят дешево а вот когда они запустятся вернее они как бы зайдут в работу они должны сами выкупить у какой-то блокчейн систему у какой-то крипто монеты в общем по-другому какую-нибудь крипту выбирают вот криптовалют как вы все знаете огромное количество вот 18 тысяч 838 монет они выберут какую-то или одну или две или три потому что например чтобы работал движок нужно это чтобы смарт-контракты работали такая-то монета ну и так далее метавселенная может выбрать несколько разных блокчейн монет и их использовать если вычислить с какими монетами они собираются сотрудничать и они как будут делать они не будут как бы каждые пять минут типа а мы сработаем например там ну грубо там с биткоином да потом таки резко перепрыгнули на другую какую-то на эфир потом еще на что-то нет это же уже крупная игра если на основе чего-то строится система потом перепрыгивать это очень дорогостоящая история и соответственно если найти вычислить на чем они хотят строить свою игру свою метавселенную выкупить заранее те монеты пока они стоят недорого а вот когда игра уже будет строиться она уже логично будет большую часть монет сама выкупать потому что она должна как-то контролировать поддерживать эту монету чтобы и игра тоже в итоге развивалась ну и соответственно курс таких монет резко пойдет вверх полетит потому что на основе этого строится целая метавселенная топовая там игра в мире поэтому пока игровая индустрия ребята только развивается и вот блокчейн игры только серьезные разрабатываются пока ну как бы то что вы знаете блокчейн игры они в основном такие легкие простые а вот серьезные такие тяжеловесы они все только в разработках потому что и блокчейн монеты в разработках и все это одновременно происходит вот когда это все состыкуется а у вас будут те монеты которые нужны и система выйдет уже на уровень когда будут запускаться это цепная реакция будет идти вы там услышите о метавселенная фортнайт открылась там сэндбокс метавселенная открылась до централэнд уже там кучу народу все бегут там работают все работает и все пошла цепная реакция эти монеты полетят вверх вы конечно же про это услышите только когда это откроется как всегда с опозданием но когда все про это уже знают ты там ничего не заработаешь поэтому сейчас нужно про это думать заранее и когда они запустятся ты будешь красавчик ты сделаешь денег и будешь бегать в этой метавселенной и кайфовать что а ребята я про это все знал у меня эти монеты есть и я сделал хорошие деньги и ну его нахер вообще работать как говорится буду просто бегать и играть в игру просто почему да потому что у меня заранее было это все куплено я сейчас просто буду играть все до самой пенсии буду просто ничего не делать SEGA NFT и облачные технологии будущей игровой индустрии вот смотрите разные компании все известные бренды из игровой индустрии все они говорят про вот NFT про всякие блокчейн игры ни одна компания не молчит как бы они все работают над этим тут SEGA тоже крупная контора разработчик и издатель видеоигр SEGA подал заявки на регистрацию товарных знаков и логотипов связанных с невзаимозаменяемыми токенами NFT заявка направлена в патентовое бюро Японии несмотря на негативное отношение некоторых пользователей к коллекционным токенам SEGA не готова полностью отказаться от экспериментов и исследований в этой области тут смотрите какая фишка происходит вот сейчас когда это только развивается и люди обычные вот игроки торчат в обычных играх и NFT и блокчейн игры они это что-то новенькое и вот есть вот эти ботаны обоссанные не знаю я их так представляю и это реально такие есть которые не думают про будущее им пофиг что вообще там происходит про развитие вот они там пожрали пиццу обоссались в бутылочку сидят там играют там и вообще ничего не интересно и вот таких много и и когда SEGA вот несколько компаний уже попробовали ввести вот эту систему сейчас как бы затронули этот вопрос и вот эти вот обоссанные ботаны начали негативить типа да вы что вы хотите на играх деньги сделать зачем нам NFT блокчейн это все фигня биткоин рухнет вот а SEGA говорит ну ладно ладно гребаные вы ботаны ладно пока что играйте потому что это как бы в принципе от вас задротов зависит наша компания мы потихонечку и они тут что пишут мы делаем типа эксперименты мы просто просто исследуем такой вот сейчас переходный момент когда вот эти ботаны думают что они их мнение прям жесть как важно и компания не хочет терять вот этих вот людей и ну ладно ладно типа мы не будем не будем биткоином заниматься NFT блокчейн не 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 мы это не будем делать играйте играйте вот кушайте пиццу там обосывайтесь все нормально ну просто исследуем вот что в таком формате предоставляют пока они это все делают но они делают такие закидоны и проверяют как реагируют вот эти люди на это все дело а люди пока что реагируют не очень ну как всегда человечество всегда так реагирует придумают микроволновку все конец света микроволновка микроволны нас всех убьют вот а потом все пользуются микроволновкой сотовые телефоны ой все рак умрем все плохо у всех сотовые телефоны ну и совсем что придумает человек такая история только появляется все орут что мы все умрем потом без этого жить не могут вот такая же фигня если блокчейн будет вот и тут именно этот эффект поэтому периодически компания вот такие вот заявления пишут вот ну не готова полностью отказаться от экспериментов исследования в этой области ну как бы мы вроде как не хотим nft вводить а потом когда вся эта движуха серьезно начнется они скажут ботаны пошли вы нахер кто вы такие вот nft по-другому никак и вот эти ботаны быстренько переобуются и они будут жестко за nft и за блокчейн игры они будут да мы всегда говорили что мы за это прям сразу как nft появилось я сразу решил что это лучшая штука на планете земля вот я в своей жизни это все уже много раз видел как вот люди сначала готовы обосрать youtube потом без youtube жить не могут сотовую связь обосрут потом без этого жить не могут iphone говно потом без айфона жить не могут ну все вот всегда вот такая история происходит и тут ровно такая же фигня будет поэтому sega делает правильно дальше epic games и лего создает метавселенную для детей вот один из крупнейших разработчиков компьютерных игр epic games производитель детских конструкторов лего объявили о сотрудничестве вот они объединились вот пока что планы компании достаточно туманные издания вот известно что в рамках сотрудничества будет создан некий цифровой сервис для детей всех возрастов и виртуальные пространства для общения и игр одной из главных задач становится развитие метавселенных в том числе безопасных для детей мы рады создать вместе пространство в метавселенной который будет интересным веселым подходящим для детей и семей с детьми подчеркнул генеральный директор epic games и вот когда этот человек например говорит вы даже сейчас это слушаете метавселенные где будет весело проходить и все такое некоторые сейчас сидят такие да фигня это все кому это надо наши дети застрянут в метавселенных это все сатана это все это дьявольщина чертовщина все плохо вот и типа зачем это зачем это но на сегодняшний день если мы возьмем реальность то наши дети это часть их жизни майнкрафт тикток всякие там вот эти игры которые они играют тут в принципе ничего такого плохого то в общем то и нету сказать что дети не гуляют да нет я думаю что если дети какие-то задроты и сумасшедшие стоят это не в играх дело я в играх играл всегда но я всегда на улице лазил по стройкам тусовался где-то что-то женился у меня я сейчас есть дети и я в общем то неплохой папа отличный семьянин так сказать мне игры никогда не мешали я играл и в марио и в танчики и сега и всякий playstation всегда играл играю и дальше буду играть у меня есть прохождение игр иногда включая playstation и просто по кайфу все вот никогда не считал что игры это относится только к детям игры это просто игры это как бы психология человека расслабончик ты там ходишь где создается какой-то фантазийный мир в котором ты можешь маленечко что-то поделать не только то что у тебя здесь если здесь мы летать не умеем то в играх умеем ну прикольно же полетать в игре я не знаю ну и соответственно многие это воспринимают вот в штыки типа застряли в играх и гулять не будет да у меня вон дети и в компьютерах всегда играет и вот сейчас вышли на улицу тепло и на улице у них огромное количество друзей все ништяк это дело в родителях если родители тормознутые то там ничего не поможет хоть отмени все игры один фиг их дети будут тормознутыми потому что родители такие поэтому метавселенные блокчейн технологии это будущее без этого просто никак мы не можем вечно голубями отправлять смс мы не можем скакать на лошадях всю жизнь были придуманы интернет смс интернет машины на которых мы ездим в дальнейшем возможно телепорты придумают и меня это вообще не удивит развитие человека но человек такое существо что ему всегда все не нравится если на улице жарко то тебе да ну нафиг зачем это жара хоть бы холодно на улице холодно да ну нафиг зачем этот холод хоть бы была жара в общем нету такой погоды когда человеку прям все нравится вечно все не так все во всем виноваты все придурки такие вот люди я короче это осознал когда-то я понял что что не придумай всегда сначала против а потом будут это принимать ценность nfc складывается из более чем десяти параметров здесь вот такая вот статья есть специалисты по оценке nfc считают что стоимость невзаимизменяемых токенов зависит от стоимости криптовалюты блокчейна на котором он выпущен но это действительно так смотря на каком блокчейн строится nfc или игра тогда она имеет там определенную ценность nfc это совершенно другой зверь по сравнению с традиционным искусством очень много мыслей о возможностях использования nfc возникают потому что вы чувствуете у токенов есть полезный функционал это не просто предмет коллекционирования ну тут уже блин как говорится ясень пень что про это прям каждый раз такие статьи делают и как будто что-то такое прям серьезно nfc 10 ценностей бла 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 понятно что без этого просто ну никак наши документы будут nfc и так далее все это будет взаимосвязано и на этом ребята новости все биткоин у нас 40 тысяч стоит на данный момент так метаверс давайте посмотрим та же мана например вот 2 доллара и сэндбокс например 2.8 долларов и хотите вы этого или нет но игровая индустрия будет раскачиваться все серьезные игры перейдут на блокчейн крупные компании этим уже занимаются вот и для этого понадобится ну несколько лет как минимум годика три чтобы блокчейн самые монеты определились как они работают сами компании определились нашли инвесторов потом нужно начать работу над этими метавселенными вести эту работу тестировать бета-тесты выпускать посмотреть как воспринимают люди это и потихонечку потихонечку по мере вот этого всего развития будут потихоньку цены подниматься все дороже 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 все больше вливания будет в капитализация будет расти ну и соответственно ваши крипто кошельки тоже будут расти а потом когда все это выйдет на уже окончательно прям старт погнали и уже все будут в этом вот в этот момент будет такой цепная реакция переломный момент и вот тогда курс очень сильно подлетит у ваших монет и вы сделаете хорошие деньги но это как люди не знали например про интернет интернет жили мы себе жили и знать не знали что такое интернет потом потихонечку он начал появляться форма интернета была такая типа ты открываешь какая-то страничка белая что-то написано диски были магнитные такие квадратные компьютеры там Pentium 90 чего-то 2 5 97 такие полукалькуляторы полукомпьютеры полуинтернет непонятно что никаких социальных сетей ни черта и вот вы представьте да вот этот переход был буквально последние там 15 лет наверное лет 10 прям серьезно мы перешли сейчас в общем то у всех есть интернет и то есть места где интернета еще у людей нету и компьютеров нету но так уже вот мы в какой-то момент резко начали переходить в понятие что соцсети да у всех есть телефон у всех есть там социальная сеть какая-то что-то youtube и как будто это всегда было это не всегда так было мы в детстве бегали и у нас ни черта не было мы бегали просто на улице там камни пинали вот так на стройках прыгали в опасных местах лазили я не думаю что это намного прям лучшая была жизнь да если взять любое детство моего поколения кого не послушаешь там я не знаю в таких местах лазили что просто как вообще выживали я не понимаю вот ничего в этом хорошего нету просто камни пинали вот и как бы вся жизнь это все кажется что было прикольно вот так как вы вспоминаете свое детство оно такое прикольное типа детство но верните сейчас ваше детство оно там такое нудное скучное просто ни о чем поэтому ребята смотрите лучше в будущее а не в прошлое так вот скачок то произошел и я был в детстве где ничего такого не было и теперь я взрослый и вот чего только сейчас нет и что это плохо что ли давайте отменим интернет и вообще все уберем нет конечно соответственно из блокчейн такая же история никто знать не знал ни про какую криптовалюту а тут такой плавненький переход все компании в это залетают игры разрабатываются в мире идут воины разделение власти и все такое бом-бом-бом-бом-бом все в блокчейн все игровая индустрия основательно уже в блокчейн вы все в метавселенных и вот те люди кто сейчас сообразит купить крипто монеты и одну часть своего портфеля держать именно игровых монет то вот в том самом будущем вы сделаете хорошие деньги для этого нужно грамотно закупить ту крипту которая соответствует игровой индустрии потом иметь терпение не вестись на разные вот эти вот новости что мир рухнет остановите мир я сойду типа блокчейн это чушь биткоин закроют но такие вещи говорят люди которые не хотят понимать как это работает и просто посидел чай налил ему включили сегодня говорят биткоин закроется он все биткоин закроет слыхал биткоин закроет завтра с утра говорят да биткоин это лучшее что может на планете земля быть слыхает биткоин это лучшее самое все берем покупаем биткоин следующее утро нет все таки биткоин это говно слыхал это говно все продаем нафиг потом на следующее утро говорят не мы передумали все таки биткоин классно все иду беру кредит потому что в тот раз все просрал и теперь покупаю опять криптовалюту это я общаюсь типа вот типа с друзьями как в принципе сейчас и происходит если вы так относитесь то да для вас конечно это пипец просто будет вот вы сегодня такие да я решил беру деньги выделяю какое-то количество покупаю я не знаю ну монету мана 2 доллара завтра все по новостям сказали мир рушится все продаю нахрен мана Эдгар придурок что ты наговорил зачем это надо ждать сколько ждать а когда я разбогатею в общем начинают люди сходить с ума у меня все четко я покупаю выделяю то количество денег которые я не буду тратить ну понятное дело если мне вдруг прям срочно все понадобится на буханку хлеба то естественно я что угодно у меня есть продам чтобы прокормить детей есть у вас зарплата ну не знаю 10 тысяч ваша зарплата 50 тысяч или 100 тысяч выделите какое-то количество и свои зарплаты которые ну в общем то ну как бы ну и не было бы этой зарплаты ну например твоя зарплата там грубо 25 тысяч например каждый месяц вот выдели там 2-3 тысячи ну 3 тысячи например ну или тысячу рублей и купи какую-нибудь монету просто вот возьми и купи каждый месяц ну у тебя зарплата то ли 25 то ли 24 ну считай что ну не выплатили тебе ну не выполнил ты работу какую-то ну вот твоя зарплата 24 так и фиксирую а эту тысячу всегда закупай какую-то крипту ну или идеально конечно например с 25 там пятерку всегда закуп делать и все хотя бы так в течение там нескольких лет пока эта вся движуха не раскачается и это только только будет нарастать и не реагируй к тебе подходит твой друг ты говоришь слушай я там покупаю там криптовалюту и он говорит говно это все биткоин закроется ты говоришь да 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 братан все нормально не переживай биткоин закроется он говорит продавай все ты говори да все продал все прям вечером все продам нафиг сам не реагируй никак просто покупай покупай а лучше и не надо и таким людям вообще что-то говорить если у тебя друзья паникеры то они обязательно будут впадать вот эти вот панические атаки и постоянно будут как бы тянуть тебя на дно чтобы ты все продал слил потерял люди как бы не очень сильно большинство людей не хотят хорошо жить они когда у них деньги появляются у них задача быстро их потратить все никуда не вложить быстро потратить купить что-то сломать забыть и опять на следующий день плакать что все плохо вот а так вот чтобы на протяжении нескольких лет по тысячу рублей выделять нет это ты чё это и вот если тебя окружают такие люди они будут тебя постоянно провоцировать на то чтобы ты все опять слил там появится еще и зависть и так далее поэтому четко для себя поставьте цель у тебя зарплата допустим какая-то выдели ты там 1-2-3 процента своей зарплаты покупай и пофиг вообще кто что там говорит что в мире происходит вот не сливайте свою крипту держите ее просто вот просто держите 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 вот до того момента спросите до какого момента а до того момента когда я вот вам объяснил уже когда произойдет цепная реакция мир основательно перейдет серьезно уже на это и тогда ваши монеты подлетят в цене в любом случае вы будете в плюсе потому что это инвестиция раз вы научитесь сдержанности инвестированию будете себя хорошо чувствовать потому что вы откладываете участвуете вот в будущем человечества не знаю по мне так это по кайфу тема чем ничего не делать ни на что не надеяться просто ходить и обсуждать сживать вот эти ежедневные новости биткоин хорошо биткоин плохо хорошо плохо хорошо плохо ну и что с этим тебе делать ничего ты с этого заработаешь да ни черта ты ничего не заработаешь вот так что ребята на этом наверное все и под конец конечно же если кто-то хочет научиться правильно покупать криптовалюту какую криптовалюту купить в описании у меня есть ссылочка на мой сайт небольшой mr edgar cross.com здесь все мои ссылки официальные тут есть раздел курсы вот тут разные курсы есть есть курсы для начинающих как открыть кошельки как купить криптовалюту как их перекидывать сохранять и так далее и тут если нажать вот ссылки на курсы вот по отдельности то тут в списке есть конкретно курс посвящен игровым монетам вот игровые монеты nft gaming вот курс стоит 2590 рублей и здесь я объясняю какие монеты нужно покупать какие я купил и вы должны эти монеты купить и как вообще вычислять подобные вещи и составить свой крипто портфель также при покупке любого моего курса вы попадаете в закрытый чат где такие же люди а там уже огромное количество людей если какие то вопросики что то вот там можно их позадавать там же нахожусь и я тоже вот выбираете например этот курс заходите вписываете свое имя свою почту ставите галочку все правильно впишите нажимаете заказать выбираете вариант ну вот например оплата картой вот выбираете нажимаете вас перекидывают на оплату а здесь все стандартно как вот в интернет магазине делаете покупку номер карты все дела оплатить оплачиваете вам на указанную почту которую вы здесь вот вписали придет ссылка на курс если ссылки нету то посмотрите в спам потому что иногда закидывают спам смотря какая у вас почта там мэйл джимейл яндекс ну и так далее желательно джимейл если вдруг ссылка не пришла не переживайте напишите мне вот в телеграм или в контакте что эдгар купил такой-то курс вот оплатил ссылка не пришла пришли мне пожалуйста ссылочку я вам напрямую скидываю все переходите и изучаете если остались вопросы пишите постараюсь на них ответить увидимся в будущем ребята в бесконечности да прибудет с нами гребаный блокчейн блокчейн